Праздничный концерт, посвященный Новому году, прошел в Приморском филиале Центральной музыкальной школы на острове Русском. Почетным гостем стал губернатор Приморского края. В канун Нового года вы проводите праздничный концерт, где раскроете свое творческое мастерство, где сможете блистать своими талантами. Ребята демонстрировали все, чему уже успели научиться. Со сцены прозвучали произведения легендарных мировых композиторов, исполненные на самых разных музыкальных инструментах. Олег Кожемяка поздравил с наступающим Новым годом учащихся и отметил, что ребят ждет большое будущее, так как музыкальное образование позволит выступать не только в России, но и на сценах дружеских стран. В Новый год мы встречаем по-новому, мы встречаем в новом современном здании, с самой великолепной аппаратурой, с самым великолепным оборудованием, с акустикой, с теми условиями, которые и представить себе было сложно. Это решение, которое принял наш президент Владимир Владимирович Путин, с тем, чтобы здесь, до всего Дальнего Востока, была музыкальная центральная школа. Губернатор Приморья побывал на экскурсии по зданию Приморского филиала Центральной музыкальной школы и оценил современное оборудование в учебных и музыкальных классах. Отметим, в преподавательский состав входят выдающиеся артисты, музыканты, как со всей страны, так и из зарубежья. Обучение организовано по четырем уровням образования – начальный, средний, высший и дополнительный. Напомним, второй культурно-образовательный комплекс во Владивостоке расположится на сопке «Орлиное гнездо». Там будут размещены филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, Российского государственного института сценических искусств, Школа креативных индустрий и Сцена Мариинского театра. Артём Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.